Юрий Тарасенко Юрий Тарасенко Но если отмечать центральную статью, тему, то их две, я так считаю, и мы у себя в редакции их именно так и определяли. Это, естественно, на первую полосу мы вынесли заголовок «Стоп культура» о том, что в Актюбинске, в принципе, произошел такой, знаете, может быть, несколько и незаметный момент с точки зрения какой-то очень суперзначимости, типа извержения вулкана или, не знаю, там, революции какой-то. Но у нас практически закрылся один из старейших такого очагов культуры, это областной краеведческий музей. И закрылся по чисто банальной ситуации. Пришли пожарные, непосредственно инспекторы, провели обследование и сказали, ребята, ваше здание находится в кризисном состоянии, в данном случае электрическая проводка при последнем ремонте и, значит, каких-то дизайнерских таких моментов. При конструкции музея, значит, были применены не такие, значит, стройматериалы и так далее. В общем, этот материал у нас центральный и посвящен именно вот этой теме, посвящен один из центральных этих материалов «Стоп культура» о закрытии нашего Актюбинского краеведческого музея. Ну, музей, конечно, нужен, это нанс, если в городе не будет места, где можно узнать историю родного края, познакомиться с экспонатами. Я думаю, что все-таки это дело временное, наверное, власти обратят на это внимание, помогут и решат, куда ему переселиться, если уж здание не гоже совсем. Да, это, в принципе, один из материалов, повторюсь. Второй материал мы тоже отметили, это такой, значит, некий анализ. Страничка? Да, страница я переворачиваю, это разворот 6-7, это, значит, такой некий экономический анализ и, соответственно, анализ работы на такой новоявленной структуре, это палаты предпринимателей. Да, буквально недавно, в 2013 году, в середине года, значит, был подписан указ президента о ее создании, ее, значит, так сказать, формах, общения и так далее с предпринимателями, собственно, цели, задачи и так далее. Да, организация нужная, полезная, самое главное, ее ждали предприниматели, эту организацию, главное, такую службу, которая могла бы действительно по-настоящему отстоять их права, их точку зрения. Где-то защитить, где-то помочь. Да, где-то защитить, где-то помочь и так далее, может даже и организовать свой бизнес, свое дело. А как раз на это и направлено, мне кажется, все эти усилия. Но получилось так, как говорил один небезызвестный крупный руководитель соседней страны, что хотели как лучше, получилось как всегда. То есть, непонятно, по каким причинам мажорисмены, значит, создавая этот закон, указали о том, что практически в принудительном порядке все предприниматели Казахстана становятся автоматически членами этой палаты. И, соответственно, они должны платить членские взносы и, замечу, немалые взносы. Самый минимальный – это 300 тысяч тенге годовой, самый крупный – до 8 миллионов. То есть, получается, это хорошо бьет по карману тех же представителей. В какой-то степени, да, это и бьет по карману. И самое главное, по сути, это получилось двойное налогообложение. Что, собственно, противоречит и конституционным нормам, и ряду нормам законодательных актов. Вот, собственно, вот этот материал, он такого аналитического свойства и посвящен, так сказать, посвящен одной из статей, так сказать, нашего мажора. Факты достаточно интересные. Для меня, кстати, это новость, что в такие суммы превращаются членские взносы. Вот, действительно, стоит задуматься. Да, и самое главное, вы из этой статьи узнаете, а на что же тратятся эти членские взносы. Это тоже очень важно. Это тоже довольно интересно. Ну, если продолжать дальше, и небезынтересный будет материал нашего корреспондента, все продолжается эпопея, значит, взаимоотношений приграничных городов Казахстана с приграничными городами, значит, России. Спасибо. Так, скупаем или не скупаем. Да, скупаем или не скупаем, а цены все выше, а цены все круче. Это, значит, аналитический материал нашего корреспондента Ксения Вишенина. Она пошла по довольно интересному такому журналистскому пути. Она провела анализ, значит, то, что было до Нового года и в начале этого года, и потом уже сама, основываясь на этих статистических данных, провела свое исследование экономическое. И вот именно по ценам... Закуп-то совершила? Да, попыталась, по крайней мере. Но, скажем так, ничего критичного здесь не происходит. Кое-какие, кстати, слухи, которые будоражили буквально казахстанцы, в частности, даже наш город перед Новым годом. Вот это падение курса рубля, соответственно, разница курса рубля и тенге у нас здесь в обменных курсах. Вот, собственно, несколько здесь осталось на уровне слуха. Вот в этом материале мы все это можем прочесть и увидеть. Вся правда в материале, а цены все выше, цены все круче. Да, да, да. Здесь же буквально рядом на восьмой полосе комментарии мажилисменов парламента от, значит, народной коммунисты по поводу проекта о 12-летнем образовании. Опять-таки приняли, отменяем. Что ж такое у нас здесь? Ну, еще пока не отменяем. Ну, к тому как-то идет вроде, да? Да, это та фракция в парламенте, которая и до этого выступала против введения 12-летнего образования. Здесь они более обстоятельно, более конкретно высказали свою точку зрения. Они не отказались интервью с нашим корреспондентом. Вот тоже с этой позицией можно, собственно, ознакомиться. Ознакомиться с темой. Да, много интересных материалов полезных. Очень интересный материал получился, он может быть такого и рекламного свойства. Я бы отметил это на полосе 12. Но сам факт, сам факт, разбираем это птицы счастья. В нашем сегодня городе, значит, проводится выставка редких птиц тропических. Очень интересный цветной, красочный материал. Интересно, да, прийти, посмотреть, особенно детям. Чириканье, послушайте. Да, прочувствуйте. Птица говорящая есть? Есть, есть говорящая птица. Вот тем более. Здесь тоже об этом все говорится и описывается. Ну, прям такой яркий, яркий, вот не по-зимнему, такой очень радостный материал. Это вот свежий такой материал. Так, близимся к финалу. Ну, к финалу. Ну, финал-то, если как обычно, это у нас дайджесты, это у нас кроссворды такого плана. Есть небезынтересный материал, я также отметил бы это на 17-й странице. Это как переписывают историю, такой небольшой анализ выдержек из учебников истории различных государств постсоветского пространства. Отличились практически все, ну, начиная с того, что сейчас на слуху, это Украина. Отличились, так сказать, соседи наши. Мне кажется, больше всех отличилась Украина. Да, из Узбекистана, азербайджанцы, армяне, все что угодно, соответственно, и Казахстан, так сказать, есть. Очень интересные выдержки, может быть, несколько спорные, но есть что почитать, есть над чем посмеяться даже. Я бы так сказал. Ну, не без юмора. Да, не без юмора, это все есть. Также мы на этой неделе рассказывали, и этот материал был в программе «Факт», и также, значит, дневной, по-моему, эфир с известным юристом, значит, казахстанским Сергеем Власенко. Он проводил анализ, значит, работы, скажем так, юридической образованности людей, которые работают в СМИ. Но что бы я здесь хотел отметить? Материал интересный, но здесь бы я отметил, вот, для читателей, как может рядовой гражданин защитить себя от журналиста. Вот тоже такая позиция. Иногда очень хочется от журналиста, да, защититься. Потому что очень много перегибов случается со стороны СМИ в отношении простых, обыкновенных людей, не только чиновников, замечу. Ну, вот, собственно, это то, что мы успели. Ну, самое важное мы рассказали, обратили внимание наших читателей, уважаемых, на что стоит акцентировать. И буквально еще две секунды, на первой полосе мы анонсировали, газета «Эврика» снова начала публикацию телепрограммы спутниковых каналов. Это тоже очень важно. Телезрителей у нас много, как и читателей. Будем надеяться, что все они останутся с нами в строю. Спешите, приобретайте свежий номер газеты «Эврика», он уже в продаже. А с вами были сегодня Юрий Тарасенко, заместитель главного редактора газеты «Эврика» и Ирина Гуць. Всего вам доброго. Всего доброго. Удачи с «Эврика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова